Всем привет! Меня зовут Виталий Штыбин, это канал Этнографика. И сегодня у нас такой специальный выпуск, посвященный полезным советам. Сегодня мы поговорим о том, как написать, издать и продать свою книгу. И я буду делиться с вами своим опытом того, как я прошел этот путь со своей первой книгой, ну и в том числе, что по пути изучил, какие еще варианты. Итак, есть, условно, 10 проблем с изданием и продвижением продажи книги, о которых мы должны сегодня с вами коснуться в этом видео. Проблема белого листа. Это популярная тема, которую много кто обсуждает. Есть сотни разных вариантов о том, как преодолеть эту проблему, сотни методов. Каждый рассказывает свой. Я, наверное, тоже, наверное, чего нового не скажу сильно, но поделюсь своим мнением на этот счет, что, по крайней мере, мне позволило начать писать. Когда вы сидите, перед вами белый лист бумаги и думаете, что же мне написать такое, с чего начать. И мысль путается, и все, пошло-поехало. Надоело, пошел покушал, полежал, и уже не хочется книгу писать. Поэтому я подошел к этому немножко по-другому. То есть, для того, чтобы начать писать, всегда же есть такой страх о том, что это что-то большое, такое книга, и как это все объявляет. И начните с малых форм. Мне очень помогал Инстаграм, который я веду, да, где сейчас большие относительно тексты, да, там 5-6 тысяч знаков. Но раньше все-таки необходимо было ограничиться двумя тысячами знаками, когда это не очень были популярны большие длинные такие тексты. И, как вы знаете, пост там ограничится как раз 2200 знаков примерно. Соответственно, самый простой способ это взять и написать одну, два или три, или так далее, там 10 вот таких постов коротких. Вот так тема книги, которая вам интересна, которую вы хотите написать. Возьмите отдельные фрагменты из этого сюжета, из этой тематики книги, и локальные такие, и вот попробуйте написать короткий пост по ним. Это самый простой способ, когда вы напишите эти посты, написать две тысячи знаков, ну что там полтора листочка, даже меньше лист 1А4, и как бы написав его, вы напишите его качественно, потому что это небольшая вот такая форма, и вы ее перечитав сможете даже прорезать как-то, покрасивее изложить. И, соответственно, это как бы воодушевит вас, потому что у вас будет уже материал, он хороший, коротенький, классный, действительно. Вы ее включите, и у вас на листе появится что-то. Вы напишите второй, третий, четвертый, пятый пост, 10 постов напишите, и поймете, как их распределить уже дальше. И вам уже будет проще просто соединять между этими постами такие мостики, прописывать их так, чтобы они в целую какую-то систему выстраивались. Так, по кусочкам вы эту книгу создадите, а потом просто поймете, как ее лучше перестроить, что-то убрать, что-то добавить, но у вас уже будет это вот мясо, так сказать, сценария, которое можно кромсать, переделывать дальше. Это уже совсем другое дело, чем белый лист перед глазами. Следующая тематика у нас логически из этого исходит. Структура и объем книги. Как понять, как она будет выглядеть эта книга. Естественно, в самом начале это, как правило, сложно. Я, конечно, писал научно-популярную книгу, и там со структурой более, немножко другой даже, чем у художественной книги построение. Но, в принципе, в общем и целом оно похоже. Ну, наверное, на первом этапе это бессмысленно. То есть можно, конечно, обознать для себя, что бы я хотел увидеть. Вот эту тему, ту тему, затронуть и обозначить. Или это художественные тексты. Про объем я бы не стал вообще задумываться в этом смысле. Поэтому он со структурой вместе вырастет. Но графоманство не приветствуется нигде, это сами понимаете. Поэтому не нужно лить воду. Старайтесь как бы писать по делу. Лишнее вот это размышление, лишний уход от темы, он не нужен. Он только будет отвлекать читателя. Естественно, когда у вас будет вот это мясо, вы поймете, как структурировать его. Вот эту часть текстов я положу вот в эту корзинку. Потому что она относится к началу или относится к этой тематике, к этой под тематике. Это вот сюда, это в конец. И, может быть, вы его даже переделаете потом. Когда уже будет готовый текст, можете спокойно переставлять эту структуру туда, обратно, особенно если у вас не очень популярная книга. То есть, просто обозначили ряд тем. Поэтому сильно не заморачивайтесь, но просто держите в уме вот такие какие-то общие блоки, куда по смыслу подходят ваши вот эти короткие тексты или какие-то зарисовки, которые вы делаете. Еще раз возвращаясь к объему, очень важно еще, наверное, в наше время понимать, что вот эти вот книги-блоки никто не считает. Очень часто, особенно у нас историки наши там разные, очень любят, знаете, как, напишу-ка я историю Черкесии, историю всего Кавказа. И просто напихивается с ноги вот туда все, что можно. Все-таки, как можно, тексты. Не важно, что это не интересно человеку, может быть. Да, текстов может быть много, тысячи книг одинаковых, но они скучные. Можно не написать своего, но очень классно изложить даже чужое, коротко, ясно и с пояснениями, и это вот прям зайдет читателям. А если просто набрасывать туда кучу, у вас получится вот такой вот пылесборник толстый, которых вот полно их, они как подарочные издания идут, особенно картинок туда напихать дорогих, цветных. И выходит вот такая вот глыба, значит, за несколько тысяч рублей, которые никто не хочет покупать, и только подарки берут. И которые никто не читает, ставит просто на полку, и она пылится. Не пытайтесь запихнуть все. Даже если это важным кажется вам, как правило, большинству людей это не важно. То есть то, что вам интересно, не всегда интересно всем. Это надо помнить. Поэтому вы пишите, если не для себя и не в стол, а для людей. Ставьте себя на позицию этих людей и пытайтесь понять, что им будет интересно. А людям интересна небольшая форма, вот книга небольшая, но очень, знаете как, чтобы в нем сам сок был, самое главное. То есть отрезав все остальное, человек хочет услышать от вас главную мысль, что вы хотите до него нанести. И хочет услышать ее не вот этой вот очень долгой историей, которым будет читать там бесконечный, забудет с чего он начинал. А быстро, кратко, емко. Сейчас время быстрых вот этих информационных потоков. Если у вас какая-то объемная тема, лучше написать 5 книг, там 10 книг, но небольших. Даже вот я за собой заменил, когда я написал книгу «Танцы горы и каштановый мед», мне казалось, что она небольшая. Я же писал ее в Word, я А4, формат, ну кажется, что так мало, там 100-200 листов. И думаешь, ну что, что такое. А если перевести в знаки, если перевести эти 100-200 листов в книгу формата А5, то выходит, что у вас уже 400 страниц. В моей книге было 47 страниц, и она такая толстенькая уже. Поэтому я ограничил себя и не стал развивать там слишком уж таки эту тему. Я старался самое главное оставить. Я убирал. Поэтому поймите самое главное. Толстые книги никто сейчас не читает. Читают небольшие книги. И они могут быть регулярными. Если человеку понравится, он следующий купит. Поэтому ставьте ставку на это. Еще один важный момент – это оригинальность. Конечно, классно, когда вы каким-то вопросом очень хорошо владеете, можете прямо очень от себя оригинально написать этот текст. Ну, если это художественный текст, да хотя, наверное, да, и художественный, и научно-популярный одинаковый подход. Но в художественном совсем не приветствуется плагиат. Даже если вы поменяли там местами имена, это читатель сразу поймет. Научно-популярная литература чуть попроще, наверное, в плане того, что вы в любом случае, рассказывая о чем-то, вы вступаете на зону уже исследованную кем-то. То есть, нет таких вещей, которые кто-то не исследовал бы. По-любому вопросу есть разные мнения разных ученых. Единственное, вы просто высказываете свое мнение, свой какой-то опыт, подкрепляя его, ну, вот, ссылками, скажем, на чужие работы. И здесь очень важно не углубляться в прямой плагиат цитирования, да, что вы сплошную книгу составите из цитат каких-то других людей. Если у вас обзор историографии, окей, ну, вы можете сказать, что те, кто написали вот так, вот так, вот так. Мое мнение, вот это мнение, что этот более доказал, а этот менее доказал. Или там вообще третье, что-то свое. Это одно дело. Если вы раскрываете какой-то вопрос, и вы можете, конечно, используя свое что-то, добавить туда чье-то, сославшись на человека, естественно, и сказать, что да, а вот к этому подходит вот эта тема. То, что я вам рассказал, вот хорошо освещает вот этот автор. Вот посмотрите и кратко пересказать своими словами его основную идею. Вот так, наверное, будет правильнее. Потому что очень многие начинают прям подряд цитировать, и этот цитатник, он нечитабельный становится, во-первых. Во-вторых, ну, у вас получается чужая работа, по сути. Поэтому очень важно, тут скорее важно, как вы доносите это. То есть этот язык простой, может немножко с юмором, так, чтобы человек, обыватель, понимал, о чем вы говорите, чтобы это было ему легко понять, и чтобы это легко ложилось в общую систему, а не было какими-то кусками наброса, наброса, какая-то куча фактов. Должна быть связь в книге. И, ну, конечно, оригинальность должна присутствовать, ну, как минимум 30-40 процентов желательно, чтобы было все-таки ваше. Именно оригинальное мнение, подкрепленное какими-то ссылками. Ну, в научно-популярной литературе не обязательно. Это не научная статья, не научная книга, и вам не обязательно, как и в художнице, сделать вот эти ссылки, там, цитата внизу, там, такой-то, такой-то, год такой-то, выпуск книги, написал тогда-то. Как правило, сейчас не нагружают этим читателя. То есть говорят, что такой автор в такой книге написал это. Подробнее смотрите, все, что вот в первой главе было, вот в конце, в источниках, можете найти. И в конце вы просто излагаете первая глава и все источники, которые были неиспользованы в книжке. Вторая глава, третья глава, ну, таким способом. Причем не обязательно писать полностью, как это по-научному обосновано, по научным источникам, как это положено писать. То есть достаточно указать издательство, год, название книги автора. В данном случае это не критично. Таким образом, да, вы сможете издать какой-то труд, который будет оригинальный и в то же время читабельный и не будет выглядеть как цитатник. Ну, еще один факт, который я, наверное, уже отчасти сказал о нем, это разбивка, набивка в разные главы и необязательность последовательности. То, по сути, здесь мы повторяемся, наверное, о том же самом, что в каждую главу вы собираете как в корзинку вот эти разрозненные какие-то кусочки постов, которые так или иначе относятся к теме вашей книги или конкретно этой теме. Допустим, вы здесь говорите, не знаю, там, здесь о природе, здесь о людях, а вот здесь в третьей главе расскажу об истории. И, естественно, исторические кусочки вы туда закидываете, там, о природе туда, а о людях сюда. И, таким образом, у вас, как каждая голова как бы наполнится, а потом вы правильно распределите по линии сюжета эти посты и соедините эти главы. Главное, чтобы было все-таки соединение, да, если мы говорим о природе о людях, то надо понимать, что нужен какой-то стык. Почему вы переходите к этой теме, да, потому что там, например, очень важное экологичное отношение людей к природе, что строится там на их моральных принципах, этикете и так далее. И вы перескакиваетесь с экологией, с природой на общество. То есть, вот обязательно должны быть такие переходы, обязательно как бы глава должна заканчиваться каким-то выводом и переходом в дальнюю часть. Если вы делаете подглавы в главе, то тоже старайтесь сделать выводы и связки. Вычитка. Очень важный пункт, на самом деле, потому что, как бы каким вы умненьким ни были, а все равно при написании массивных текстов допускаются опечатки, ошибки, где-то вы что-то писали, а потом через время подумали, подрешили по-другому исправить, допустим, с середины, и у вас, допустим, поехали окончания. Вы не заметили этого. Часто замыливается глаз. Даже я вот по своей книге это понимал, я ее около десятью раз перечитывал сам, и профессиональный корректор ее читал, вычитывал, и я потом после него правки. И все равно, когда читатели получили эту книгу, нашлись ошибки, где-то там 20-30 ошибок, но было все равно. Их пришлось потом править. Но это не критично. Все понимают, что первая книга, когда выпускается, особенно всегда первый тираж имеет какие-то ошибки, опечатки. Это не страшно. Главное, чтобы не были, ну, прям совсем уж ляп. Ляпсусы такие, знаете, когда вы посередине абзаца там оборвались с предложения, другое что-то пошло, там, или у вас какой-то съехавший текст. Текст должен быть граммно, красиво оформлен, по правилам, чтобы были отступы на полях правильные, для того, ну, отступы от края, чтобы шрифт был, не вырви глазной, вот это обычные стандартные классические шрифты. Можете посмотреть, погуглить, которые используются сейчас популярные в типографике, которые не раздражают глаз и не смотрятся колхозом. И здесь важно, наверное, как. Если у вас есть возможность перед тем, как публиковаться, все-таки постарайтесь дать нескольким людям, которые вы доверяете, которые вы знаете, что они не бросят сейчас, вот, как сказать, вы им дадите книгу, они будут читать, они ее не бросят, вот, где-то лежать полугода, там, до лучших времен, да, что вам же нужна сейчас вычитка. Соответственно, дайте таким людям, которые честно прочитают в ближайшее время, с карандашиком, и они вот напишут вам свои отзывы пусть. Таким образом, вы как бы минуете вот эти стадии, когда нужно будет потом опять править, особенно после выпуска книжки. Но это очень важно, и очень важно все-таки нанять профессионального корректора, который отдельно отсмотрит незамыленным взглядом, потому что у вас он будет замыленным. Вы замучаетесь читать эту книгу, вас будет тошнить от нее, потому что вы уже и пока ее писали, потом читали сотни раз, и вам это просто будет бесить уже этот текст. Вы будете не обращать внимания, проскакивать многие моменты глазами, и поэтому важно отдать постороннему человеку, чтобы он прочитал и проверил. Тем более, корректор сейчас не очень сильно дорого стоит. Важный пункт к рисунке. Конечно, изображение это важная часть. Люди любят изображение, естественно, но надо понимать, что изображения значительно удорожают книгу. Да, иногда можно добавить черно-белое изображение. Нужно понимать, для чего вы это пишете. Если у вас книга просто, такая общая информация, вы решили собрать, как бы так сказать, ну вот как у нас выпускают, допустим, музеи Кубани, путешествия по Кубани, какие-то красивые места вдоль речки. Это просто такой сборник фактов, какой-то набор фактов интересных, популяризаторских. Если у вас такого рода книга, наверное, будет подарочной, скорее всего, туда нужны красивые изображения. Соответственно, вы, исходя из этой логики, пишете сразу уже подарочное издание. Оно может быть крупным, толстым, может быть тонким, неважно, с красивыми иллюстрациями. То есть, вы заказывать будете у художников верстку, помнение. Да, тогда как бы вы делаете именно так. Выбираете цветное изображение и заказываете красивую верстку. И понимаете, что книга это будет дорого стоить, она будет на подарки в основном. Если вы хотите популярную книгу, которую вы читали, выпустить, с какой-то идеей интересной, и вам важно, чтобы читатель ее получил в руки, как можно большее количество читателей, естественно, вы тогда должны задуматься о том, что изображение это дорого стоит. Черно-белые можно сделать, но если это позволяет идея, как мы уже сказали. Поэтому здесь важен такой определенный баланс. Нужно не напихивать книгу изображениями, а отобрать такие, ну, самые уж самые главные, наверное, для этой книги. Приверстки обычно считают изображения отдельно, сверх текста, да, потому что их нужно втыкать особым способом, и это поэтому такой ценник получается дорогой обычно с ними. Как я вышел в этой ситуации? Поскольку у меня изображений было очень много, свои фотографии Екатерины, мои там разные ролики есть. Хотелось, мне лично хотелось добавить доступ к огромному количеству фото и материалов, плюс еще хотелось бы, чтобы люди увидели видеоролики, полезные какие-то ресурсы. Для того, чтобы решить эту задачу, я пошел новым методом, который сейчас часто пользуются. Тренеры, например, по менеджменту, когда пишут литературу полезную, техническую или профессиональную, я заметил сейчас даже в художественной бывает, QR-коды. QR-код, небольшое изображение, вот такой квадратик, который вы можете просто подписать в книге. QR-код позволяет человеку отсканировать с телефона, то есть это изображение, и получить ссылку на какой-то ресурс в интернете. Допустим, вы читаете книжку, там о чем-то рассказывается, говорит, вот еще об этом можно посмотреть видео в такой-то клипе, допустим, или какой-то фильм есть об этом. Вы такие, о, классно, я хочу это посмотреть. Вы сканируете, открываете приложение QR-сканер на телефоне, оно скачивается или есть даже иногда в естественных приложениях, встроенных в телефоны сейчас, потому что везде эти QR-коды уже. И наводите изображение камеры на этот, внутри программы на это изображение QR-кода, оно сканирует, пикает, выводит вам ссылочку в браузер. Вы нажали, на нее у вас открылся соответствующий ролик или фотография, и вы смотрите. Таким образом, вы удешевляете книгу саму и даете доступ людям к массе медиаматериалов. Есть единственный минус. Далеко не вся аудитория понимает, как работают QR-коды и готова с ними работать в принципе, особенно люди старшего поколения. Поэтому в данном случае здесь у вас как бы стоит выбор такой, то есть на какую аудиторию вы будете продавать эту книгу. Но с другой стороны, можно смешанный стип сделать. Можно оставить некоторое количество изображений и некоторые QR-коды, например, на видеоролике. Таким образом, вы избежите этой ситуации разрыва аудитории, если у вас не критично будет. Это просто доп. материал, который они могли бы посмотреть, но не посмотрев его, они ничего не потеряют от прочитания, от чтения вашей книги. То есть ваша книга хуже от этого не станет. Если так, то вот такой подход, наверное, лучше. Но заранее желательно просчитать все-таки аудиторию, на которой вы, для которой вы пишете. Нужно понимать, для кого вы пишете. И использовать соответствующий метод. Что касается сайтов и приложений к книгам. Вообще, в принципе, очень желательно для продвижения книги создать сайт. Не только лендинг, однодневку даже, на которой на одной странице будет просто указано, кто вы, о чем ваша книга, какие-то короткие, может, цитаты и ссылочка на ознакомительный фрагмент книги обязательно сейчас. И ссылка на заказ книги. Я для себя создал сайт еще и потому, что в моей книге много вот этих фотографий, о которых я упомянул. И я сделал просто один QR-код, ведущий на сайт, где есть вкладки фотографии, есть изображения, есть, в общем-то, ознакомительный фрагмент с формой заказа. Форма заказа есть и на первом листе, где информация обо мне и о книге, и в конце ознакомительного фрагмента. Делается это несложно на той же Тильде, сайт Тильда, где можно конструкторы сайта бесплатно делать. Единственный момент вкладки на сайте, то есть, чтобы не просто одна страница была, а чтобы можно было еще зайти, допустим, в фотографии и на глубину еще одной страницы продвинуться, чтобы отдельно открылась фотография. Страница фотографий на сайте, это уже платная, 750 рублей в месяц сейчас эта функция. Но можно подумать, по-разному придумать. Очень важно это ознакомительный фрагмент. Как ни крути, но не меньше четверти, а для начинающего особенно писателя, не меньше четверти сейчас желательно ознакомительный фрагмент опубликовать. Да, вроде бы как бы жалко, думаешь, ну блин, прочитают, получается, только кусок книги большой будет доступен. Но с другой стороны, вы таким образом заманиваете людей. Если им понравится, если вы нормально написали, они, конечно, купят дальше. И вы избегаете угрозы воровства книги со стороны пиратов электронных сразу, потому что и так есть этот фрагмент, который можно почитать, и если людям понравится, они им пусть накупят сразу. Это логика маркетинга, естественно. Поэтому желательно на сайте выкладывать ознакомительный фрагмент. Но учтите, что если вы выкладываете первую главу, нужно, ну, начало книги, да, с начала книги кусок вы выкладываете. Старайтесь избегать введения. Не берите введение, потому что введение, это как правило, такая, это значительный кусок в начале, который посвящен просто каким-то размышлениям автора, благодарностям разным людям. И человек, который зашел ознакомительный фрагмент читать, это не интересно. Нужное мясо, сама тема. То есть желательно начинать ознакомительный фрагмент с первой главы, а не с введения в книгу. Тогда у вас будет больше шансов книгу продать. Ну, а прикрутить покупку книги можно по-разному. Допустим, если вы издаетесь через издательство, можете ссылку прямо на издательство сделать. Ну, или какой-то любой другой магазин, который у вас есть. Или ссылку на ваш аккаунт в соцсетях, где вы просите написать в директ, там, или сообщение личное с просьбой предоставить вам эту книгу. Ну, купить, заказать книгу. Здесь мы подходим еще к важному вопросу про типы издательства, да, как правильно выбрать издательство. Есть два типа, да, по сути, сам издательство классическое. Ну, издательство классическое неплохо, на мой взгляд, когда вы либо написали какую-то сверхоригинальную вещь. Для начинающих авторов с издательствами работать сложно. Они не очень любят начинающих авторов. Вам придется где-то поработать, наверное, на ProZero еще, попубликовать свои какие-то вещи бесплатно, чтобы у вас аудитория уже была ваших поклонников, и тогда только издательству можно обращаться. У издательств классических есть минус. Во-первых, они очень долго рассматривают. Это может длиться год, даже полтора-два. У них очередь, да, не вы один такой, и, естественно, пока вы отправите, пока они посмотрят, правки несут, какие-то предложения свои, может исправить, пока включили договор. Ну, это очень долгая история. Опять же, второй момент, вы издали книгу, и, как правило, права остаются у издательства авторские. То есть, вы уже дальше ничего не можете сделать с этой книгой, не сможете быть и в другое издательство, напечатать где-то еще, продавать. То есть, все будет идти через них. Вы просто получаете свой тираж и все. И, естественно, в таких случаях, как правило, авторские отчисления, они не очень большие. Скромная сумма. Издательству это выгодно, потому что, если вы вот уже раскручен популярный писатель, тогда да, в издательстве классическом вам неплохо, потому что они через свои огромные ресурсы продают вашу книгу, вы уже узнаваемы, у вас огромные покупки этой книги, и вы получаете хорошую маржу такую. А вы все начинающие, если писатель, то это, конечно, сложно, и одних сил издательства тут не хватит, чтобы вас раскрутить. Нужно время. Нужно будет издать несколько книг, прежде чем перейти к какому-то выгодному предложению. Сам издат? Да, неплохо. Вы получаете большую долю, за вами авторские права остаются. Вы свою долю даже контролировать можете на самом издате, на том же сайте Reader.ru, которым я пользовался. Система очень простая. Я загружаю свой текст в своей книге, сам загружаю обложку, все настраиваю там, публикую ее и дальше раскручиваю. Она у них висит на сайте, доступна в электронном виде, в магазинах, на сайте издательства, в Letress.ru, в Ozon.ru, сейчас еще AliExpress.ru. И также доступна в мягкой обложке, в печать по требованию, так называемой, от одной штуки, но заказывая так, человек, во-первых, заказывает эту книгу и ждет 2-3 недели, пока ее напечатают, его пришлют. Во-вторых, ценник у этой книги, конечно, будет такой, не маленький, почти в 2,5 раза дороже, чем, собственно, сама печать. В таком случае выгодно очень, конечно, самому тираж заказывать за свой счет. Опять же, нужно довести до ума книгу. Это можно сделать самостоятельно, потому что все инструкции есть на сайте, но придется подправить немало времени, чтобы на них разобраться. Можно наделать кучу ошибок. Как правило, сайт работает, за счет чего выезжают такие сайты, они предлагают заказать услугу. То есть, они, допустим, вы можете, да что угодно можете, да, корректура, редактура, заказ верстки, ну вот я пользовался корректурой версткой, заказ художника, заказ дизайнера, могут помочь вам оформить, как бы название, даже нейминг придумать, продвижение ее. То есть, продажа в офлайн-магазинах за хорошие деньги могут, да, выставить у вас в магазинах. Продажа на выставках, видеоролик для вашей книги, перевод, аудиокниги. Куча огромных разных услуг, которые они предлагают. Если у вас есть деньги, вы можете их оплачивать и превратите вашу книгу в медиа такой рупор, который будет со всех щелей лезть. То есть, были бы деньги, что называется. Сделав самостоятельно или заказав все это, вы оформили окончательно эту вот книгу, сформировали ее и заказываете у них печать. У вас калькулятор будет, вот они говорят, если вы заказываете, допустим, от одной штуки, от какой угодно. Чем больше заказываете, тем меньше ценник становится самой книги базисной, да, вот эта вот сама печать, стоимость печати этой книги. Ну, как правило, выгодно на Ридера.ру от 100 штук заказывать. Ну, допустим, я заказываю 100 штук, мне их привозят, я оплачиваю доставку и приезжаю, забираю в ПЭД. Но тут тоже минус есть. Конечно, не такой минус, как в классических издательствах, где нужно ждать очень долго. Здесь в среднем ПЭД с половиной-три недели нужно ждать, пока приедет тираж. Поэтому здесь важно взвесить. С одной стороны, вроде бы как сам издат выгоден, да, и деньги побольше, и авторские права ваши, да, косяки какие-то определенные есть. Можно же исправить. Но нужно понимать, это хорошо действует для начинающих, действительно, писателей. Но писатели, которые имеют какую-то, так иначе, аудиторию и способны самостоятельно раскручивать свою книгу. Если вы потянете такое, то да, я бы рекомендовал так сделать. Либо у вас есть какая-то старая книжка и набор стихов какой-нибудь, которую вы просто хотели распечатать и подарить друзьям. Ну вот, да, это тот же самый прекрасный вариант. Загрузил на сайт, подредактировал, распечатал там 10 штук, 15, ок, вам прислали и все сделали. Да, это удобно. А вот классическое издательство для начинающих писателей это сложновато, но и, с другой стороны, престижно. То есть, это такая стратегия отсроченная. Это когда вы будете долго-долго как раб на галерах, а потом, если все получится, вы выдержите, и вы действительно талантливы, то у вас будет, будет вам это приносить доход. Ну и последний пункт, продвижение. Очень важный, потому что многие писатели, особенно такие региональные, местные, они этот пункт упускают. Они не умеют продавать свои книги. Они их заказывают, даже находят людей, которые выступают как спонсора, чтобы заказать, получают свои книги. Кладут их в угол и все. Об этих книгах никто не знает. Если узнают, допустим, даже хотят купить, люди не знают, где купить эти книги. Поэтому здесь очень важно об этом говорить, об этих книгах. В первую очередь, сайт. Мы уже об этом сказали. Второе, соцсети. Обязательно пишите посты. Не обязательно о книге. Нужно написать цельный пост, о том, где ее взять, как купить, инструкцию для людей, подвесить его и пусть он у вас висит. Просто ссылку на него кидать каждый раз людям, которые спрашивают у вас про книгу. Где ее купить и как. Вот эту всю инструкцию надо очень подробно прописать в вашу стратегию продаж. Вы можете самостоятельно продавать. Можете по предоплате даже продавать. Это ничего страшного. Сейчас по предоплате нормально. Абсолютно люди реагируют, покупают. И особенно, если вам есть доверие со стороны аудитории. Всегда старайтесь закладывать почтовые расходы. Да, вы первую книгу отправите, вы поймете, как правильно, а дальше ценник будет одинаковый. Конверт плюс отправка. По России обычно это единый ценник. Тут от веса зависит. Сдек отдельно. Сдеком вот эти все вещи, это по желанию человека. Собственно, если он хочет быстрее получить через Сдеком, но если ему так надежнее, то он оплачивает отдельно и отправляет. Там все просто. Продвижение. Соцсети, да? Когда пишете что-то в соцсетях, не важно, любой пост какой-то там, не важно, личный, не личный, тематический, старайтесь в конце упомянуть. А еще, вот есть такая вот у меня книга вышла, если вы хотите ее купить, то вы можете приобрести у меня. Книга такая, я ее написал о том-то, о том-то. Напоминание постоянное. Один раз написав пост, через 2-3 дня его уже никто не увидит. Поэтому постоянное нужное напоминание, люди проходят мимо, они всегда замечают. И чем чаще вы упоминаете про книгу, тем большее количество людей увидит о том, что вы эту книгу издали и, соответственно, захочет ее у вас купить. Поэтому очень важно вот это регулярное напоминание о книге, регулярное продвижение. Желательно вот люди, получившие книгу, просить их сделать фотографию или отзыв какой-то написать, для того, чтобы этот отзыв или фотографию можно было использовать. Написать пост, фотографию этих людей, с их разрешения использовать еще там, допустим, там, а я заказал еще тираж. Или там через 3 дня пройдет новый тираж этой книги. А вот на лево моей книге есть вот такая вот тема или функция. И периодически напоминайте о себе. Только так вы сможете ее действительно реализовать. И так люди получат в руки то, что ваше творение, ваш труд этот вот. Не надо его недооценивать, как многие говорят, что вот как-то неудобно продавать, там, вот это советское мышление. Это кошмар. Это человек настолько не уважает себя. То есть человек огромное количество труда потратил на то, чтобы написать эту книгу, составить ее. Это же гигантский труд. И так относиться к себе, что не оценивать его никак, это очень странно, на мой взгляд. Поэтому не стоит относиться к своему труду с таким предупрежением. Знайте ему цену, продавайте с достоинством. И люди это поймут. И обязательно это только будет банк плюс. Ну, на этом все. И так получился довольно большой ролик. Если у вас есть какие-то вопросы, может быть я что-то недоосветил, или вам что-то непонятно, или дополнительно хотелось бы узнать, пишите в комментариях. Я обязательно отвечу вам на эти все вопросы. Если накопится какая-то отдельная ниша в этой тематике, мы поговорим, может быть запишем отдельный ролик по этому поводу. Ну, на этом, пожалуй, все. Все. Комментируйте еще раз, ставьте лайки, делитесь с друзьями. Не забывайте нажимать на колокольчик, для того, чтобы получать свежие уведомления о новых видео на канале. И до новых встреч. Всем пока.